Всем привет! Меня зовут Алиса и нет, я не захватила канал Сергея, а даю ему возможность немного отдохнуть. Благодарю вас за множество позитивных комментариев под прошлым выпуском новостей. Сегодня обсудим такие темы. Нейрачи по тылу на масках готовятся испытать на людях. Студент из Индонезии превратил свои селфи в NFT-токены и стал миллионером. И зарплаты тестировщиков кому платят больше всех? Поехали! Зарплаты украинских тестировщиков выросли на 14% за полгода. Об этом сообщает портал Доу со ссылкой на результаты опроса, в котором участвовали 2160 человек. Так, медианная зарплата украинского QA-специалиста сейчас составляет 2100 долларов после вычета налогов на 250 долларов больше, чем летом 2021 года. Средние зарплаты у джунов поднялись на 60 долларов, до 750 долларов в месяц, у медлов на 182 доллара, до 1862 долларов, у сеньоров на 300, до 3300 долларов. Тимлиды и техлиды в среднем зарабатывают 3775 долларов, на 475 долларов больше, чем полгода назад. Если говорить о языках программирования, то больше всего платят за знания C-Sharp.net – 3025 долларов на медиане. На втором месте – Java – 2800 долларов. Третье место делят TypeScript и JavaScript – 2600 долларов. Четвертую строчку занимает Python с медианной зарплатой в 2500. Тестировщики, не знающие ни одного языка программирования, получают в районе 1500 долларов в месяц. Мне кажется, это отличный повод выбрать для себя это направление. На самом деле я удивилась, что автоматизаторы C-Sharp зарабатывают больше автоматизаторов Java. Думаю, что связано это с тем, что тестировщиков на C-Sharp меньше, чем тестировщиков на Java. Соответственно, на них и выше спрос. FoxMinded – онлайн школа программирования. Научим программировать на реальных кейсах. В обучении мы используем методику менторинга. Ментор – это не преподаватель той или иной дисциплины, а старший коллега, который имеет практический опыт в нужной области. Сомневаешься, что тебе подойдет менторинг? Для тебя у нас есть тестовый период. Наши курсы без дедлайна. Обучаешься в свободном темпе. Переходи на наш сайт, выбирай свой курс и изучай программирование не по книгам, а на реальных проектах. Нейрочип от Илона Маска готовится испытать на людях. Напомню, в 2016 году Маск основал компанию Neuralink, которая занимается разработкой мозгового импланта для пациентов с параличем. По словам Маска, чип вернет им цифровую свободу, позволив управляться со своими гаджетами без посторонней помощи. Первый прототип под названием N1Link уже готов. Это чип с тысячей тончайших электродов, которые вживляются в кору головного мозга. Расшифровывают нейронные сигналы и превращают их в команды для компьютера. Устройство уже протестировали на свиньях и обезьянах. Мы рассказывали об этом в прошлых выпусках. Теперь нужно провести испытания на людях. И, похоже, этот этап уже не за горами. Недавно на сайте компании появилась вакансия координатора клинических испытаний в городе Фремонт, штат Калифорния. Вам предстоит тесно сотрудничать с самыми лучшими врачами и инженерами, а также работать с первыми участниками клинических тестов Neuralink. Говорится в описании должности. Пока я не совсем понимаю, как это будет работать, но будущее за наукой однозначно. Лично я не готова была бы проводить над собой подобные эксперименты. Разве что в случае острой необходимости. Студент из Индонезии превратил более 900 своих селфи в NFT-токены и стал миллионером. 22-летний парень по имени Газали Газала с 2017 до 2021 года фотографировал себя на веб-камеру компьютером почти каждый день. Всего получилось 933 фото. Первоначально Газали хотел просто смонтировать выпускное видео для колледжа, но в итоге нашел фотографиям более выгодное применение. 9 января Газали опубликовал свои селфи в виде NFT-токенов на платформе OpenSea. На старте фото продавались по 3 доллара за штуку, но буквально за 2 дня минимальная цена превысила 1300 долларов, а студент заработал более 1 миллиона. Как отмечает сайт Crypto Briefing, ажиотаж вокруг коллекции Газали возник благодаря поддержке местных знаменитостей, таких как шеф-повар Арнольда Паернома и дизайнера уличной одежды Джеффри Джоу. Непонятно, по какой причине селфи этого человека достигли такой популярности, а лидеры мнений подогрели интерес к этим фотографиям. Возможно, блогеры хотели поучаствовать в данном флешмобе ради собственной популярности. Доля IT-услуг в экспорте Украины достигла 37%. Об этом говорится в свежем отчете Ассоциации ITUkraine. По ее оценкам, в 2021 году Украина заработала на экспорте IT-услуг 6,8 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2020 году эта цифра составляла 5 миллиардов долларов, а в 2019 году 4,2 миллиарда. Если развитие индустрии продолжится в таком же темпе, то к 2025 году рынок IT-экспорта может превысить 16 миллиардов долларов. Авторы отчета подчеркивают, что развитие индустрии положительно влияет на экономику Украины в целом. Так, в 2020 году IT-компании суммарно заплатили более 600 миллионов долларов налогов. Этого бы хватило, чтобы на 90% профинансировать все коронавирусные медицинские расходы за тот год, или же выплатить пенсии почти 5 миллионов людей. Это не может не радовать украинцев, а особенно работников IT-сферы. Меня особенно радует тот факт, что мы прикладываем руку к тому, чтобы хороших программистов стало больше. В частности, наш отдел рекрутинга находит отличных менторов, которые готовы делиться знаниями со студентами. Кстати, на данный момент мы в поиске менторов на такие направления, как Java, Python, Node.js и Android. Большинство вакансий для специалистов по Кубернетис не требуют ни сертификатов, ни опыта работы. Об этом говорится в исследовании международного портала KubeCareers. Из 267 предложений работы, опубликованных на сайте за 2021 год, в 253 не было ни слова сказано о необходимости иметь сертификат от какого-либо облачного провайдера. В остальных вакансиях упоминались сертификаты от AWS, Azure и GCP. В 58% случаев компании готовы брать специалистов по Кубернетис без опыта работы. По словам авторов отчета, это может быть связано с тем, что Кубернетис сравнительно молодая технология. Главное требование большинства работодателей – разбираться в докер или аналогичных системах управления контейнерами, уметь обращаться с базами данных PostgreSQL, Redis или MySQL, а также знать Python, Go или Java. Что касается зарплат, то в отчете есть данные только по США. Минимальный рейд в среднем составляет около 124 тысяч долларов в год, максимальный – чуть больше 162 тысяч. Тут нечему удивляться, Кубернетис появился не так давно, соответственно, работодатели готовы брать специалистов с минимальным опытом работы. А поскольку их сильно не хватает, готовы платить им любые деньги. Водителя Tesla с автопилотом обвиняют в непредумышленном убийстве. Речь идет об аварии, которая произошла 29 декабря 2019 года в перегороде Лос-Анджелеса. Машина Tesla Model S на высокой скорости съехала с автострады, выехала на красный свет и на перекрестке врезалась в автомобиль Honda Civic. Пассажир и водитель Хонды погибли на месте. Тем временем два человека в Тесле отделались легкими травмами. За рулем был 27-летний Кевин Джордж Азиз Ретт. Ему прокуратура выдвинула два обвинения в непредумышленном убийстве. Предварительное слушание назначено до 23 февраля. Как ранее сообщала Американская национальная администрация безопасности дорожного движения, NHTCA в момент столкновения Тесла двигалась на автопилоте. Тем не менее, в материалах уголовного дела этот момент не упоминается. По словам NHTCA, полностью беспилотных машин на данный момент не существует, а частично автономные системы вождения, такие как автопилот Тесла, требуют пристального контроля со стороны человека и не снимают с него ответственность за неосторожное вождение. Не стоит полагаться полностью на технику, всегда необходимо быть бдительным за рулем, пока искусственный интеллект сильно не дотягивает по возможностям до естественного. NASA объявила конкурс на лучшие идеи по переработке отходов на марсианских кораблях. Технология должна относиться к одной или нескольким из четырех категорий отходов бытовой мусор, продукты жизнедеятельности, упаковочные материалы и углекислый газ. К конкурсу не допускаются физические и юридические лица, подпадающие под экономические санкции США. Все остальные земляне старше 18 лет могут поделиться своими идеями, заполнив заявку на краудсорсинговой платформе HeroX до 15 марта 2022 года. За лучшие проекты NASA заплатит по 1 тысяче долларов. В целом призовой фонд составляет 24 тысячи долларов. Деньги, конечно, небольшие, но какая возможность помочь человечеству в покорении Марса? Напомню, NASA планирует отправить людей на Марс в середине 30-х годов. Полет туда и обратно продлится около 2-3 лет. Если взять все припасы с собой, корабль будет слишком тяжелым, а организовать на него регулярные поставки с Земли – задача сложная и маловыполнимая. Есть и другой нюанс – отходы. Накапливаясь в процессе полета, они будут только занимать ценное место на корабле и добавлять ему лишнего веса. NASA надеется решить обе проблемы сразу, создав на корабле автономную систему переработки отходов, полезные материалы, такие как топливо или сырье для 3D-печати. Вряд ли нам удастся наладить полностью замкнутый цикл, часть отходов все равно придется выбрасывать, но снизить их количество до минимума вполне реально, считают в американском космическом агентстве. А у нас в обычной жизни еще многие не привыкли разделять отходы. Что касается меня, я разделяю отходы уже достаточно давно и надеюсь, что люди будут относиться к этому вопросу более осознанно. Состоялся релиз Hubzilla 7.0. Hubzilla – это платформа для форумов и соцсетей, созданная разработчиком Mario Vauti при поддержке европейского open-source фонда NGI Zero. Код проекта написан на PHP и JavaScript. В качестве хранилища данных поддерживаются MySQL и его форки, а также PostgreSQL. Hubzilla представляет собой децентрализованную сеть из сервер-хабов, на которых можно запускать так называемые каналы – личные страницы, форумы и т.д. Каналы можно легко переносить из одного хаба в другой, а также клонировать в несколько хабов сразу, для повышения устойчивости к сетевым сбоям. В новой седьмой версии появились расширенные настройки конфиденциальности. Каждый новый канал теперь по умолчанию получает статус личного. Позже его можно перевести в статус публичного или группового канала, доступного избранному кругу пользователей. Вышел Vine 7.0. Напомню, Vine – это набор утилит и библиотек, позволяющий запускать внутри Linux приложения, написанные под Windows. Компоненты Vine используются в игровых платформах, таких как Steam для Linux. Основные новинки релиза. Добавлена поддержка устройств на базе процессоров Apple M1. Улучшена поддержка джойстиков и устройств ввода на базе протокола Human Interface Devices. Большинство библиотек переведены в формат Portable Executable. Это должно решить проблемы с поддержкой различных схем защиты от копирования, осуществляющих сверку системных модулей на диске и в памяти. Facebook открыл исходный код многоязычной модели распознавания речи XLSR. Модель основана на сверточной нейронной сети CNN. Для тренировки модели ученые использовали все доступные источники – от аудиокниг до недавно опубликованного архива выступлений в Европейском парламенте. В целом система проанализировала 436 часов аудиозаписей на 128 языках мира, причем 88 из этих языков довольно редкие. По словам Facebook, XLSR протестировали на шести популярных аудиобиблиотеках, и он показал результаты лучше, чем все существующие подобные алгоритмы – как при распознавании речи, так и при переводе ее на английский язык. Мы верим, что наша работа станет катализатором дальнейших исследований, которые сделают технологии распознавания речи доступными для людей со всего мира, независимо от страны проживания и материального достатка. Мы продолжим улучшать наш алгоритм, чтобы в перспективе он мог понимать более 7000 языков, говорят в Facebook. Исходный код проекта XLSR доступен на GitHub, а предварительно обученные модели выложены в репозитории HagenFace. Кажется, через некоторое время появится спрос на специалистов, работающих с этой библиотекой, а в нашем учебном центре будет необходимость в новом курсе. На этом все. Не забывайте о нашей страничке в Instagram. У нас там юмор, мотивационные короткие видео от Сергея и много интересной информации. Подписывайтесь. Полезную и бесплатную информацию для программистов и о программистах вы сможете получить на этом канале. А если намерены войти в IT-сферу, регистрируйтесь на платные курсы FoxMinded по ссылкам в описании к этому видео. С вами была Алиса Еременко, руководитель отдела рекрутингов FoxMinded. Пока! Еречи по тылу на масках готовятся испытать на илю... О, боже. Давайте сначала или отсюда. На самом деле, я... Уже можно было? Можно-можно, конечно. Да-да. Хорошо. Секунду. На самом деле, я удивилась, что в теме... Господи, что это за слово? Ничего, сейчас мы его одолеем. На США. Большинство библиотек переведены в формат пи. Пи? 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 Сережа Кей мне тоже вчера говорит, больше жизни, не энергии. Я говорю, блин, ты смеешься? Скажи спасибо, что я вообще на это все решилась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова